Здравствуйте, друзья. Власти Вануату захотели увидеть своих граждан. Власти Доминики сказали жестко, вы нам не граждане. А в Германии появилось очень дешевое жилье с определенными нюансами. Об этом не только в сегодняшнем выпуске новостей зарубежной недвижимости от Прян. Неприятный сюрприз из Вануату. Теперь гражданство этой страны инвестор не сможет получить удаленно. Для регистрации биометрических данных и распознавания лица заявители должны будут пребывать на крохотные острова в Тихом океане лично. Новые правила вводятся с 31 августа, но учитывая, что иммиграционные процессы небыстры, все, кто задумывался о втором гражданстве, должны будут это учитывать. Конечно, подобное осложнение, оно существенное. До настоящего времени паспорт за инвестиции, за дарение от 130 тысяч для основного заявителя можно было подавать удаленно. По сути, вануатский паспорт был не только самым простым с точки зрения процесса и сроков его получения, но и самым дешевым. Таковым он, впрочем, и остается. Напомню, гражданство Египта требует минимум 250 тысяч долларов, турецкое — 400. Паспорта карибских стран подорожали в середине горы до 200 тысяч, это минимальная сумма, а для россиян эти программы вообще не актуальны. Напомню также, что граждане вануату уже год не могут въезжать в Шунген без виз. Причем в начале 24-го Евросоюз подтвердил это решение. Кстати, похоже, что власти острова и пошли на ужесточение правил в расчете смягчить позицию ЕС. Получится ли? Вопрос спорный. Но крохотная страна уже пожинает плоды введенных европейцами ограничений. Денег в казну поступает значительно меньше. В 23-м паспортные программы приносили более 20% всех доходов, в начале 24-го — лишь 12. Другое дело, что китайцы, россияне, индийцы по-прежнему активно получают внуацкие документы. Все-таки это запасной аэродром, упрощенный доступ к международной банковской системе, минимум налогов и, говорят, хорошая экология. В общем, в последнем теперь смогут убедиться все кандидаты. Другое дело, что добраться до островов непросто. Прямые рейсы есть только с австралийского континента. Значит, из России придется делать не менее двух пересадок. Самые дешевые перелеты с четырьмя-пятью пересадками стоят от 130 тысяч рублей в одну сторону. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы. Если поток заявителей еще сократится, может быть, в стране разрешат подаваться на гражданство через посольство в Ануату в других государствах или пользоваться услугами сертифицированной организации VFS Global. И опять про паспорта теперь из Карибского региона, а точнее из Доминики. Ее власти лишили гражданства аж 68 иностранцев, получивших свой статус через соответствующую программу. Как только новость появилась, сразу решил посмотреть, сколько среди пострадавших россиян. Ведь граждане России были основными заявителями в Доминики перед запретом на участие в программе. Оказалось, ноль. Паспорта потеряли новые выходцы из стран Азии и Африки. Но тут важно обратить внимание на другое. Причина. А причиной отзыва паспортов в Доминики назвали мошенничество, сокрытие информации или ложь. И косвенно, правда, вину на произошедшее возложили даже не на самих несостоявшихся граждан, а на их консультантов, нелицензированных поставщиков иммиграционных услуг, которые заманивали инвесторов низкими первоначальными взносами или скидками, которых на поверку не оказалось. Мораль такова. Пользуйтесь услугами проверенных компаний. Доказательства перед вами. А теперь о любопытном нюансе при покупке немецкого жилья, ежели вы рассматриваете его как инвестицию. То, что цены в Германии сейчас интересны, мы говорим постоянно. Более того, можно найти и жилье сильно дешевле среднестатистического, даже в крупных городах. В чем тогда проблема? В том, что очень дешево все чаще предлагаются объекты с низким классом энергоэффективности. Вот статистика от Emoscout24. Доля объектов, выставленных на продажу и имеющих минимальный класс энергоэффективности H, за последние два года увеличилась с 6 до 9%. Чтобы было понятно, класс H – это фасад без утепления, устаревшее отопление, несовременные окна. Недвижимость, нуждающаяся в реновации. Средняя цена квадратного метра таких объектов снизилась за два года с 3000 евро до 2600. Прекрасно, только учтем, что ремонт подорожал, и материалы, и работа. Поэтому-то и скидки на такие объекты увеличиваются. Два года назад. Средняя скидка, разница между ценой предложения и финальной сделкой. С квадратного метра в одной или двухкомнатной квартире класса G, это чуть-чуть лучше, чем H, составляла 196 евро, сейчас 333. Это на самом деле общеевропейская история. Например, во Франции с 1 января будущего года будет запрещена сдача в аренду жилья класса G, с 28 года класса F. То есть, либо делайте реновацию, либо сидите в старом доме с высокими коммунальными платежами. Ну а наш объект недели сегодня совсем не такой, он абсолютно новый. Более того, он даже еще не достроен. Это таунхаусы в Дубае. Район новый, 20 минут езды от центра. Из понятных ориентиров совсем близко развлекательный парк IMG World of Adventure. Но все-таки о недвижимости. Таунхаусы с двумя, тремя или четырьмя спальнями. Каждому прилагаются две сотки земли, не для огорода, так для барбекю. Строятся они в закрытом городке со своей инфраструктурой, фитнес-центры, бассейн, детские площадки. Главное, что тут впечатляет, цена. Менее 300 тысяч евро и срок сдачи 2026 год. Как обычно, и конкретные предложения на Приан, и подборка объектов в Дубае в описании к этому сюжету. Ну а я прощаюсь с вами. Через неделю встречайте вновь Ольгу Лаговскую. Всем мира и безопасности.